Сергей Александрович, вы уже упомянули о визитах министров на места, да, и вы в этом плане стали новатором, именно вы выступили с инициативой, что они должны ехать, встречаться с людьми, должны общаться, бывать и видеть проблему непосредственно на той или иной территории, где она существует, да, ведь это конкретные какие-то случаи. Сложно было министров вытащить? Вот как быстро они реагировали на ваши вот просьбы или обращения? В том, что министры приезжают в территории, новации никакой нет, они это регулярно делают. Новация, наверное, была в том, что выезды министров были не с точки зрения их взгляда, отраслевого взгляда на проблемы, а были очень сильно приземлены через встречи с жителями, потому что министры общались не только с администрациями, не только с ведомствами и учреждениями, которые входят в их систему, в их сферу компетенции и ответственности. Они просто очень плотно слышали восприятие людей, как отрасль, как местная власть, как местные учреждения и организации справляются с теми задачами, то есть отвечают на запросы людей и решают их проблемы. Вот в этом, наверное, была новация, и именно вот в этой части приоткрывались глаза на те вещи, которые казались понятными до этого момента. Ну, к людям-то, наверное, в отличие от чиновников, им не очень охота было приезжать? Да нет, на самом деле, вот вы спросили, было ли сложно их уговорить или нет, совсем не сложно, потому что у нас очень работоспособное правительство края, и там достаточно министров, достаточно чиновник с широким кругозором, ответственным подходом и готовностью что-либо менять. Ну, потому что я могу вспомнить три визита, которые были, да, вот с Павлом Ростовцевым, ну мы в Назарово не были, были в Боготоле, министр спорта, и там нашлись очень быстрые, оперативные, прям конкретно приземленные к боготольским условиям решения по плоскостным. Город испытывает очень серьезную нехватку в плоскостных сооружениях, при этом мне абсолютно непонятно, как у них там футбольные достижения-то такие высокие. Тем не менее, вот там и искусственный газон для них нашли, и город попал в тройку тех, кого наше правительство заявляет на следующий год на плоскостные в край за счет федеральных средств. А в Боготольском районе и в Тюхтецком мы провели прям встречи в лесничествах с главами сельсоветов и некоторыми гражданами по проблеме нехватки дров. Точнее, не то что нехватки дров, это лесные районы и Боготольский, и Тюхтецкий, но там парадоксальная ситуация в том, что люди не могут их получить в той доступности, которая была бы им удобной, хотя такая возможность на первый взгляд есть. Там много всего запутанного после приезда министра, например, в Тюхтецком округе ситуация изменилась к лучшему, а вот в Боготольском районе нет. И тут прям есть еще желание очень сильно поразбираться, как эта система работает до сих пор, что даже после приезда министра там, наоборот, еще хуже стало. Это такой интересный момент, не хочется его просто так бросить. И приезд министра здравоохранения и в Боготол, и в Назарова, это тоже очень важная часть была, потому что у нас был потом очень интересный разговор с министром после его работы здесь. И он принял некоторые решения, которые невозможно было бы принять из красноярских кабинетов, если бы этого визита не было.